Сегодня в выпуске «Приходи сюда лечиться». Сегодня официально открылась новая пятая поликлиника. Принимают не по месту жительства. Что нам стоит мост построить? Работаем сегодня во многих регионах. А из чего собирают строение, журналистам показали на новом заводе. По коням. Ничего не боится, ни сигналов, ни мотоциклистов. Ради этого похода даже улицы перекроют. Куда собрались тюменские наездники? О событиях, явлениях, а главное о людях, точнее в ближайшие полчаса в студии Ксения Волкова. Здравствуйте. Самая большая поликлиника Тюмени официально открылась сегодня на Московском тракте. Семиэтажная здравница рассчитана на обслуживание как взрослого, так и детского населения. Причем практически по всем направлениям. В наличии необходимая диагностическая база, лечебные службы и квалифицированные кадры. Самое главное, чтобы теперь коллектив работал в современных условиях, работал таким образом, чтобы были довольны пациенты, чтобы уходили отсюда с хорошим настроением, что они действительно получили хорошую качественную услугу, хорошее доброе человеческое отношение. Вот это, наверное, самое главное, что сегодня нужно дополнить для этого красивого и современного здания. Особенность поликлиники – центр амбулаторной хирургии, где несложные операции готовы проводить на месте. В планах собственный травмпункт. Тюменская область получит еще денег на капремонты многоквартирных домов. Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку нашего региона и выделит почти 94,5 миллиона рублей. В свою очередь, областной бюджет в порядке софинансирования направит на ремонт домов еще более 275 миллионов рублей. В итоге получится 370 миллионов. На эту сумму до конца года отремонтируют 84 многоквартирных дома в Тобольске, Ишиме и Вышимском районе. Дополнительные финансы позволят привести в порядок в этом году не 398 домов, как планировалось, а 482. Незапланированный ремонт этим летом случился у некоторых тюменцев. Только за прошедший месяц выгорело 15 балконов. Восстанавливать все, вплоть до кондиционеров, жителям приходится за свой счет. Кого они винят в пожарах, у пострадавших выяснила Людмила Чепурных. Теперь умывать лицо Али Шаровой приходится несколько раз в день. В квартире духота, кондиционера нет. Он, как и пластиковые окна, пострадали, когда у соседей ниже на балконе произошел пожар. Я думаю, что, наверное, действительно окурок туда упал, потому что у меня кондиционер на всем стояке в нашей квартире один только. И я часто наблюдаю, что там лежат окурки, пепел. Видео с пожаром местная ребятня рассматривает по несколько раз в день. У них и другие фото с горящими балконами имеются. Ведь в микрорайоне Восточный 2 лоджии горят часто. Ну, за это лето три раза сгорело. Один раз в том доме и еще два раза здесь. Пришлось вызывать наряд, чтобы они окно первое выломали. Выломали окно, залезли, потушили, все в порядке стало. После того, как начал действовать антитабачный закон, и все курильщики из подъездов перешли на балконы, окурки стали летать соседям. Только за последний месяц пожарные тушили 15 лоджий. Причем все возгорания происходят в новых домах, а не в пансионатах. Там у нас возгорания меньше, чем в районах более обеспеченных и новых. Где балконы, казалось бы, застекленные все. В каждом доме, если это более 12 этажей, есть пожарная сигнализация. Но здесь почему-то происходят пожары. Да, люди чаще курят на балконах. За курение, которое привело к пожару, на балконе можно серьезно поплатиться как рублем, так и свободой. Если же, конечно, вина будет доказана данного человека, то, во-первых, на него возложат административный штраф по статье 20.4. И если же была, конечно, гибель, то это уже уголовное дело. А чтобы не стать жертвой пожара, специалисты советуют закрывать окна. Людмила Чапурных, Владимир Кондратьев, Симон Фромбюро. О событиях коротко в обзоре. Что за африканские гости к нам прибыли? Об этом и не только расскажут мои коллеги. На страусиной ферме пополнение. Сразу 100 маленьких страусят прибыли из Европы. Они преодолели трехдневный путь и стали в хозяйстве первыми иностранцами. Ведь поголовье африканских птиц пополняли только доморощенными птицами из других регионов. В России все равно не так много хозяйств. И все хозяйства между собой вмениваются. Соответственно, происходит имбридинг, смешивание родственных кровей. Для прилива новой крови мы решили, что надо привезти откуда-то с другого места. Двухнедельные страусята находятся на карантине в отдельном арочнике. Они уже прошли все необходимые медицинские проверки. С удовольствием питаются сибирским клевером. В день малыши подрастают на полтора сантиметра и уже к десяти месяцам достигнут веса в 100 килограммов. Будни учителя начальных классов. Мультимедийную программу с таким названием скоро выпустит областной институт регионального образования. Она поможет глубже раскрыть личность педагога. Своё мнение на круглом столе в четверг выразили эксперты и участники этого уникального проекта. Какие бы стандарты ни были внедрены в систему российского образования, конечно же, всё зависит от личности учителя, от его профессионализма, от умения выстроить диалоговый характер и с воспитанниками, и с родителями. Напомним, новый закон об образовании вступает в силу с 1 сентября этого года. Сегодня завершился турслёт среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Ровно на неделю обычные горожане превратились в орбинзонов, которые закаляли характер на земле и на воде. Кроме соревнований здесь проходили и мастер-классы. Но самое главное, все зарядились дружественной атмосферой. Даже приглашённые гости. Вот такой, знаете, пример интересный. Одна делегация приехала с неправильными палатками, у них вместо полноценной палатки был полок. И люди должны были по факту ночевать на земле, практически под открытым небом. Вот. Организаторы, участники тут же быстро сорганизовались. Где-то уплотнили, где-то кто-то вышел. И спокойно поселили ребят, у которых не было палаток, в нормальные условия. Поэтому вот эта атмосфера взаимовыручки, она, конечно, просто потрясающая. Всего на берег Пышмы съехалось 300 человек из трёх регионов. Челябинской, Свердловской и Тюменской областей. А журналистов сегодня встречали на производственной базе 36-го моста отряда. Там заканчивается строительство новых цехов по изготовлению металлоконструкций, перегородок и арматурных каркасов. Все эти материалы будут использоваться для возведения в нашем регионе жилых домов, мостов и других объектов дорожной инфраструктуры. Это самый старый цех, который претерпел уже не одну реконструкцию. И на сегодняшний день мы строим абсолютно новый цех, который будет отличать современным условиям труда, который облегчит труд рабочих и который, конечно, увеличит производительность труда. На расширение производства предприятие потратит почти 500 миллионов рублей. Объёмы выпускаемой продукции при этом увеличатся вдвое. Гордится предприятие не только своим оборудованием, но и кадрами. На фотоконкурсе «Человек труда» будут снимки и сотрудников мостостроя. Фотокоры их застали за работы, потому старались не мешать, а поймать лучший кадр, чтобы локти потом не пришлось кусать. В последнее время профессия строителей стала всё престижнее. Зарплата у специалистов достойная, и работа, что немаловажно, тоже имеется. А сегодня состоялась ещё и фотосессия, главными героями в которой стали как раз те, кто строит дома и дороги. Мода на так называемые офисные профессии уходит в сторону. И из тени выходят те, кто выполняет более непопулярные до недавнего времени работы. Я не знаю, интересно, привлекательно. Узнаём что-то новое постоянно. Вяжем арматуру. Ну, что говорят, то и делаем. Ну, вы не разочаровались? Нравится вам? Нам нравится. А вот сегодня то, что приехали фотографы, для вас это как? Не ожидали? Может быть, вы готовились там? Нет, я вообще ничего не понял, честно говоря. В том числе и быть незаметным для героя. Один из талантов фотографа, когда он пытается поймать самый лучший кадр. Наверняка будут открытия и для меня самого. Я увижу те кадры, которые я буду кусать себе локти. Но почему же я не увидел в кадре совмещение каких-то плоскостей, людей разного плана, чтобы кадр обязательно будет у кого-то какой-то шедевр. Профессия строителей сегодня востребованная. Тюменцы возводят новые дома и мосты не только в родном городе. Всё чаще поступают заказы из других регионов. Работаем сегодня во многих регионах Российской Федерации. И вот сегодня я в 6 утра вернулся с Казахстана. Мы ведём переговоры по строительству моста Черезертиш в городе Павлодаре. Большой мост, 3 километра длиной. Финансирует федеральное правительство Республики Казахстан. И у нас процесс переговоров довольно плотворно продвигается. Впереди празднование Дня строителя. Это значит, что герои фотосессии могут получить отличный подарок в виде своего портрета. А лучший снимок проекта определят 22 августа. Наталья Потанина, Алексей Геймур, Сибинформбюро. И ещё о кадрах. Первые электросварщики для завода Тюмень Стальмост готовы к труду. Вензелинский филиал Тюменского колледжа транспорта вручил дипломы и поздравил выпускников. 19 ребят за 5 месяцев освоили новую для себя профессию. Для всех них уже есть работа на заводе. И они приступят к ней на следующей неделе. Здесь мы готовим своих специалистов. И мы их готовим с нуля. Они понимают те требования, которые им предъявляются на том производстве, на котором они будут работать. И они осознанно на это идут. И мы очень рады, что они выбрали эту профессию. Выбрали наш завод для реализации своих планов. Обучение продолжится. Вскоре будет объявлен ещё один набор в колледж. 100 человек. А далее полезная информация для водителей. Наш теленавигатор подскажет, какие дороги стоит объехать, чтобы не попасть в пробку в пятницу. Продолжится ямочный ремонт в районе Дока. Потому улицы Тюменскую и Коммунистическую лучше объезжать. Не планируйте свой маршрут. И через улицу Малыгина на участке от Салтыкова, Щедрина до Холодильной начнут делать тротуары. И техника займёт одну полосу движения. На проезде Шаимские местами снимут асфальт. Это подготовка к ремонту. Как повяжешь галстук, береги его. 90 лет назад в Сюмени появились первые пионерские отряды. Они были созданы по примеру скаутского движения. Краеведам известно имя, пожалуй, самого яркого пионер-вожатого далёких 20-х годов. Это Павел Михайлович Фитин, уроженец села Ожогино и Лутровского уезда. Курсы детских руководителей он прошёл в Свердловске. Кстати, окончил их на отлично. Причём вот такой пионерский вожатый был. Дети его любили. Устроил игры различные, смотры, игры у разведчиков. Не предполагая тогда, что эти пионерские игры станут смыслом его жизни. Позже генерал-лейтенант Павел Фитин возглавил внешнюю разведку Советского Союза. На таких сильных и ярких личностей равняются и современные пионеры, хотя их движение совсем малочисленное. Историю переписать невозможно, но вполне реально приукрасить. Сад Ермака, заложенный в 19 веке, реставрируют в Тобольске. За работой подрядчиков пристально следит общественность. Там даже деревья пересчитали. Но после обновления зелени станет больше. А что ещё появится, расскажет Ольга Куричко. Постоянные экскурсии. Детей очень много приводят, школьников. В сад Ермака народная тропа не зарастёт. Здесь прошлое России. Памятник казачьему атаману появился в Тобольске по указу Николая I. Памятник был, если переводить на современные меры, он был высотой 17 метров заявлен. Ну и в источниках он также идёт. И общий его вес вместе с основанием 187 тонн. В 1855 году уже открывается оранжерея, полностью появляются постройки. Другой Романов Николай II, ещё будучи цесаревичем, посещая город, порекомендовал табаликам придать памятнику воинствующий вид. Творения Александра Брюлова, брата знаменитого художника, трогать не стали. Но обнесли обелиск пушками-цепями. Значительные перемены происходят в саду теперь. Здесь будет амфитеатр с пятью секторами для зрителей на 150 мест. Чтобы здесь не показывали декорации, всегда будет служить нижний посад Тобольска. Ревизию вековых деревьев проводили под зорким оком общественников. Теперь здесь прокладывают дорожки и сеют газон с учётом рельефа роста насаждений. Здесь у нас обозначено 11 тысяч квадратных метров газона. И вот цветников здесь вот 50% мы уже выполнили здесь вот, цветы посадили. Здесь планируется ещё посадка кустарников. Тирень группами, а снежная ягодник в живой изгороди. По проекту тут будет детская площадка. Впервые появится освещение, а установят урны и скамьи. Сейчас заканчиваем строительство амфитеатра. Облицовываем гранитом подпорные стенки и заканчиваем. Ну, к концу года мы сдадим. Проектом реконструкции сада предусматривалось построить мост, который бы соединил сад Ермака с Роицким мысом. Но эту смелую идею оставили до лучших времён. Ольга Куричко, Михаил Куричко, Сипинформбюро. Другую идею тоже в каком-то роде смелую готовятся реализовать на Тюменском ипподроме. Наездники тренируются перед конным походом, точнее, тренируют своих лошадей. Им предстоит 40 километров бежать по дорогам. Пугаются ли кони автомобилей и почему оседлают только жеребцов? Ирина Кистерева знает. Тюменскому ипподрому нам досталась форма капеля. Вот она существует у нас, форма. И сейчас мы точно так же готовим форму, вот именно та, что было 200 лет назад. Для директора ипподрома конный поход – дело чести. Старая амуниция свою отслужила, в пошиве новый заказ – гусарский. 24 августа отряд конников двинет в сторону села Каменка. Преодолеть придётся 40 километров. Август выбрали не случайно. В этот период у нас меньше гнуса, меньше комаров, поэтому мы стартуем от Тюменского ипподрома, захватим часть центральных улиц. Понимаем, что лошади должны подобраться. Мы сейчас подбираем их по характеру, подбираем их по половому признаку. В этом году у нас пойдут одни жеребцы. Потому что трасса сложная, главная опасность автомобилисты. Жанна Шнайдер об этом знает, поэтому каждый выходной выгуливает коня Боинга от ипподрома до питомника. Дорога оживлённая, но трёхлетний скакун не боится. Он ходил в лес, очень хорошо себя ведёт. То есть, получается, ничего не боится, ни сигналов, ни мотоциклистов, ни грузовиков, ни КамАЗов. То есть, он всё понимает, что это ничего ему не сделает плохого. Впереди три недели тренировок. Для Боинга условия особые. Он самый молодой в колонии. Ездим по дорожке. Дорожка километр 200 метров. Получается, два на два делаем. Два круга туда, два круга туда, круга лопа. Всего стартует 40 конников и один обоз. Одно из обязательных условий – ветеринар с аптечкой. В первом походе в 79-м году решились обойтись без врача. И пожалели. Когда конники неделю шли до Тобольска, жакей получил травму. Показал у него здесь. Когда брюки поднял, у него вообще тут стёрто всё до крови было. Но это у многих было не только у него. А там было такое седло своеобразное, кавалерийское, новое. Вот этими ремнями ему натерло. С тех пор серьёзных инцидентов не было. А современные походы стали короче и зрелищнее. Всё для того, чтобы привлечь в конный спорт как можно больше тюменцев. Ирина Кистирова, Леонид Альзаревич, Сибинформбюро. Без шуток поговорить с лучшими клоунами России. Воспользуемся такой возможностью. Вместе с московским цирком «Сафари» в Тюмени выступает дуэт внуки лейтенанта Шмидта. Заслуженные артисты России Сергей Колганов и Олег Белогорлов сегодня у нас в гостях. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Я посмотрела в интернете ваши репризы. У вас нет, как мы привыкли все зрители видеть красных носов у клоунов. Это какой-то особый жанр или так и должно быть? Это так и должно быть. Не то, что должно быть. Просто есть разные направления в клоунаде. А, это что за направления? Есть буфонада, есть коверный, как мы вот... Как вы? Да, клоуны коверные. Клоуны коверные. Мы считаем с клоуном коверными. Коверные даже... Коверные, потому что целый день, весь вечер на манеже, весь вечер у ковра. Поэтому коверные. Ну и наш таков стиль. Без носов, без какого-то там... А сценические имена, как обычно? Ну какие-то смешные у клоунов обычные. Не, у нас никаких... Он мне все время говорит, эй, ты. Я привык. Я, пообщавшись с вами, да, перед началом записи, вижу, что один все-таки более разговорчивый, другой спокойный. Так же и... Давайте его разговаривать. Так же и в жизни, и так же и в творчестве, получается, да? Ну, получается так, потому что наш педагог, мы учились в цирковом, в московском цирковом училище имени Румянцева-Кандаша. На одном курсе. Так совпало, что мы с Олегом стали работать в паре. И педагог... Сделали номер вместе какой-то. Да, сделали наш дуэт, и мы стали работать в паре, и наш педагог, он просто на одном из экзаменов, мы сделали с Олегом этюд. Он нас увидел вдвоем и сказал, что вам нужно попробовать, потому что вы друг друга дополняете именно как, не как сейчас вот привыкли, вот, да, там, высокий, низкий, худой, толстый. У нас по характерам. Он спокойный, я, наоборот, неспокойный. И вот на этом решили сделать вот именно клоунский наш дуэт. И так это и состоялось. Да, на характерах, да, и так все стоялось. А если говорить о публике, у нее есть любимчик, вы это ощущаете, кто-то больше нравится? Ну, в общем-то, да, есть, да. Когда-то... В принципе, еще в училище нас педагог предупреждал. Когда-то, да. Что веселая ему такая. Судей будет любимчик. Один из педагогов был на экзамене, и не наш, другой, тоже он по клоунаде, он сказал, что, говорит, ребята, у одного образ вот такой, у другого вот такой. Кого над кем-то будут смеяться всегда больше, и кого-то, может быть, зритель будет любить больше. Поэтому вы должны для себя понять, и этот момент принять, и ни в коем случае не ревновать, и не обижаться, потому что так будет. Потому что, говорит, вот у меня была сейчас пара клоунов, вы же знаете их, мы говорим, да, знаем. Вот сейчас они расходятся. Именно из-за того, что один что-то делает больше, и над ним смеются больше. Поэтому, наверное, надо мной, естественно, надо мной смеются больше. Ну, хорошо, что вы идете этой дорогой, да, это ведь психологическая закалка тоже очень такая хорошая. Мне кажется, что вот выбор зрителя для номера, вы как-то подключаете зрителей к вашим номерам? Были моменты по молодости, когда мы начинали работать в цирке, я ошибался. И я подходил к зрителю, мне нужен, допустим, мужчина мне нужен был в репризе. И была неадекватная реакция, вплоть до пинков, до каких-нибудь там оскорбительных фраз и так далее. Опасная работа. Ну, сейчас уже, наверное, меньше, тем более, плюс ко всему, набрал-то опыта, и поэтому, когда я подхожу к зрителю, я где-то там потихонечку спрашиваю разрешение, можно ли. Вот, опять же, если я резко там прыгаю на колени, я всегда извиняюсь на ушко-то, извините. Вы, получается, в 2006 году на российском фестивале взяли «Золотого слона», и вот в Италии не так давно у вас была бронза на международном, получается, фестивале. Вот, какими вы номерами удивили жюри, будут ли они в Тюмени показаны? Вот, зрители, если придут в выходной день, увидят ли они эти номера, которые были на фестивалях? Ну, да. Мы, в принципе, везде номера показывали, которые сейчас работают. Фактически все, да, все вот эти вот репризы, которые мы сейчас делаем, мы их, в принципе, и показывали на фестивале, потому что, ну, работаем самые, так сказать, лучшие. Клоунский дуэт, внуки Ленинанта Шмидта, вместе с цирком «Сафари» вас приглашает на представление, которое состоится вот в ближайшие выходные и на протяжении всего месяца, вплоть до 25 августа. Это можно вас увидеть в программе. Да, можно увидеть, мы вас будем очень рады видеть, и мы вам обещаем, мы постараемся, и мы вам обещаем, что без... вы уйдете с хорошим настроением. Спасибо большое, желаю вам удачи, и чтобы ваша программа здесь пользовалась успехом и здесь, и в других городах. Спасибо большое, до свидания. Спасибо вам, что пригласили. До свидания. Заслуженные артисты России, клоуны Сергей Колганов и Олег Белогорлов были у нас в гостях. Ну а чтобы выходные были еще и сладче, после цирка можно заглянуть на вкусную выставку. Свежий урожай меда даже с Дальнего Востока привезли в Тюмень. Редкие сорта попробовала и Карина Закирьянова. К своему здоровью Тюменко Вера Старикова относится очень серьезно, поэтому мед она покупает лишь у проверенных людей. Потому что услышали, что ярмарка, выбор большой. Я пользуюсь медом круглый год, надо запастись на зиму. Помогает? Конечно. Пришла Тюменко точно по адресу. На ярмарке каждый сорт меда обладает лечебными свойствами. Взять хотя бы черничный, если надо вернуть остроту зрения, то лучше ничего нет. Есть здесь и редкость. Например, мед растение серебристый лох. Его можно встретить лишь на Дальнем Востоке. И цветет еще не каждый год, поэтому не каждый год можно с него собрать мед. Но мед с него получается необыкновенно вкусный, потрясающий. Он очень вкусный, ароматный, душистый, полезный. Он уникален по своим лечебным свойствам. Он и для зрения, он и для сердца, и противопростудный, жаропонижающий, очень вкусный. А целую аптечку сможет заменить мед с прополисом. Три чайные ложки в день сладкого лакомства с пыльцой будут отличной профилактикой инсульта. Еще одна новинка – мед с живицей. Заживляет ранки, наружно применяется. Живица – это хвойная смолка с хвойных деревьев. Ее смешивают пчеловоды в лечебных целях с медом. Так она усиливает свои лечебные свойства. Ну и, в общем, хорошо для печени, поджелудочный мед с живицей и от кашля хорошо. Кстати, весь мед на ярмарке свежего урожая – килограмм от 150 рублей. По традиции, накануне медового спаса подобные ярмарки проходят в разных городах. В Тюмени выставка продлится до 14 августа возле выставочного зала. Калина Закирьянова, Евгений Проскуряков, Сибин, Форумбюро. И на сегодня это все. Хороших вам новостей. И смотрите точнее. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»